По словам местных, на этом участке дороги уже сбивали мальчика. Он выжил, но потребовались долгие месяцы восстановления и реабилитации. А накануне, 4 ноября, произошло непоправимое. Под колесами «Инфинити» погибла десятиклассница. В районе 18 часов девочка направлялась к остановке, переходя дорогу по этой зебре. Списывать на темноту не приходится. Пешеходный переход освещается. Для многих жителей поселка Молодежный обычная поездка в Абакан на общественном транспорте оборачивается небольшим стрессом. Для того, чтобы сесть на заветный автобус, людям приходится пересекать вот этот небезопасный участок пешеходного перехода. Особенно по этой стороне, он, на мой взгляд, опасный, потому что очень близко находится к повороту. И машины, фактически, они просто могут не видеть, кто идет на переход. То есть либо скорость, ограничение скорости ставить. Эта трасса, это для больших грузов, это такая вообще убойная дорога. Почему здесь пешеходы ходят? Вообще нельзя. Многие говорят, когда вот сделали пешеходный переход, и стало больше случаев у нас. Именно тут сбивают, вот что-нибудь случается. Уже не первый случай. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку. Заведено уголовное дело. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. Уже назначены необходимые судебные экспертизы. Что же касается опасного перехода, то в Байкалу-Прафтадоре, в ведомстве которого это федеральная трасса, будут думать, как усилить меры безопасности. Переносить пешеходный переход нецелесообразно. Слишком далеко и неудобно. Самое оптимальное решение – строительство надземного перехода. Только это самый долгий и дорогостоящий вариант. А вот дополнительное освещение здесь начнут делать уже со следующего года. Оскар Артамонов, Станислав Колченаев, РТС.